Телеканал CNN опубликовал два видео, на которых, как утверждается, российские солдаты убивают сдавшихся в плен бойцов ВСУ. Первое видео было снято в конце августа в районе Покровска Донецкой области, где продолжается наступление российской армии. На записи три украинских солдата встают на колени посреди дороги и кладут руки на головы, а потом падают на землю. На следующих кадрах видны их тела. Второе видео снято в мае в Запорожской области, недалеко от Работина. На нем российские военные приказывают сдавшимся солдатам ВСУ лечь на землю лицом вниз. А после этого командир с позывным «Турок» отдает приказ солдату с позывным «Малой» цитата «обнулить их». На видео далее видно, как российские военные открывают огонь. Источники в украинской разведке сообщили журналистам о 15 случаях убийства сдавшихся солдат с ноября прошлого года. Большинство из них подтверждено видео или аудиозаписями, сделанными из беспилотников. Генеральный прокурор Украины Андрей Костин сказал в СНН, что его ведомство расследует 28 подобных случаев, в которых с начала войны погибли 62 военных. Обсудим это с военным аналитиком Яном Матвеевым. Ян, привет. Здравствуйте. Расскажи, пожалуйста, видел ли ты эти видео и насколько вообще можно подтвердить то, что на них показано? Да, видел, и я думаю, что то, что утверждается, есть на самом деле, потому что по самим видео, конечно, сложно на 100% что-то утверждать. Ну, помимо того, что одни солдаты расстреляли других. Но эти видео, судя по всему, были предоставлены украинской стороной, журналистам СНН. И раз они их вот так публикуют, значит, были представлены доказательства. Потому что как эти видео появляются вообще? То есть, беспилотники и российские, и украинские во время боевых действий находятся над линией соприкосновения, над окопами. Соответственно, координируют действия своих военных. И украинский беспилотник никуда не улетает в тот момент, когда российские военные захватывают, скажем, украинские позиции. И там на одном видео прекрасно видно, как военные, судя по всему, российские, вызывают, ну, сдавшихся, видимо, до этого военных украинских из их вот этого небольшого укрепления, небольшого блиндажа. Они выходят, подняв руки, без оружия, им приказывают лечь на землю и их потом расстреливают. То есть, тут, очевидно, был бой, украинский беспилотник за ним следил и снял все эти кадры. Поэтому я думаю, что у украинских военных есть достаточные доказательства того, что это происходит. Да, есть кадры, скажем, боя, где понятно, что вот это были российские военные, они зашли со своей стороны, атаковали. Ну, и, соответственно, другие военные, это украинские. Так что, мне кажется, тут нет никаких оснований сомневаться. К тому же, да, к огромному сожалению, мы знаем, что подобных случаев уже много. И видели ролики, и тоже подтвержденные о том, что российские военные, ну, много раз, неоднократно расстреливали украинских солдат, которые, очевидно, сдались в плен и были уже военнопленными. Скажи, пожалуйста, по этим видео, по крайней мере, по этим двум видео, которые оказались в распоряжении у телеканала CNN, можно ли узнать, кто, собственно, те самые российские военные, которые совершили это военное преступление? Ну, если вопрос стоит о подразделениях, то можно только узнать, собственно, по месту и времени, когда это происходило. Потому что плюс-минус известно, какие где подразделения наступают, но там видео недостаточно четкие, чтобы по каким-то форме, особенностям формы определить какую-то принадлежность этих военнослужащих. Ну, естественно, их там в лиц не видно, понятно, каких-то шевронов тоже. Ну, и опять-таки, армии, на самом деле, с обеих сторон, но и с российской сильнее, они представляют собой такую мешанину из самой разной формы, одежды. Поэтому тяжело, естественно, будет что-то такое определить. Ну, вот, я говорю, самый такой надежный способ, это просто посмотреть, какие подразделения в этом месте наступали в это время. Военные это знают точно, потому что они, собственно, ведут бой, они находят погибших из определенных подразделений. И если мы это знаем приблизительно по разным геолоцированным видео, там, заметкам самих военных, то непосредственно участники боев знают, с кем они воюют, ну, почти всегда. Если они с ними сталкиваются хоть какое-то продолжительное время, и там есть пленные, есть, собственно, следы пребывания военных, да, там какая-то форма брошенная, техника брошенная, опять-таки, да, убитые, по их форме можно определить принадлежность документа, опять-таки, естественно, собираются обычно с погибших, если даже погибшие не вывозятся у пленных, забираются документы. Поэтому я думаю, что украинские военные точно должны знать то, к какому подразделению, да, как минимум относятся эти военные. Ну, вот в одном случае были выявлены два позывных, может быть, путем радиоперехвата, может быть, какие-то дополнительные беспилотники их снимали, вели куда-то и так далее. То есть тоже этой информации, в принципе, можно доверять, потому что варианты ее получить, они имеются, да, хоть и не представлено каких-то доказательств, насколько я понял, как получена эта информация. То, что она могла быть получена, этому, в принципе, можно доверять. Скажи, пожалуйста, какая ответственность возможна для людей, которых, я надеюсь, все-таки выявят? В российской армии никакой, потому что я не слышал, может быть, я чего-то не знаю, но я не слышал ни об одном случае, когда российских военных как-то преследовали за убийство украинских военнопленных. Были, по-моему, единичные случаи хоть какого-то разбирательства в случае убийства гражданских на оккупированной территории, но вот по поводу военных именно пленных не слышал ни разу. Поэтому тут речь может идти только о каких-то мерах, о какой-то ответственности уже после окончания войны, ну а там уголовная ответственность уже предусмотрена и международными судами. Ну и дальше тут может вступить в дело, как я понимаю, украинский суд, если эти солдаты, например, попадут в плен российский, ну те, которые, собственно, эти преступления и совершили. Ну а в будущем, если в России, когда в России поменяется власть и все военные преступники предстанут уже перед судом, так или иначе, то, конечно, ответственность, ну я сейчас не могу там наизусть вспомнить статью Уголовного кодекса, но она, конечно, есть и там наказания весьма суровые. Если говорить про вот это самое будущее в России, будут ли данные о том, кто и какие военные преступления совершал? Потому что вот ты когда упомянул про единичные случаи, я, наверное, помню вообще только один, когда российского военного в достаточно низком звании, в качестве рядового он был, кажется, наверное, служил тогда в российской армии, осудили в Украине за то, что он убил мирного жителя. Я помню только такой случай, наверняка были еще, но будут ли в России, сохраняются ли вообще какие-то данные о том, кто и какие военные преступления совершает в ходе этой войны, чтобы их осудить также и в России? Ну, вряд ли они сохраняются на каком-то таком государственном уровне, на уровне армии, то есть потребуется довольно серьезное расследование, безусловно, и, конечно, вряд ли получится найти буквально всех, ну как минимум, потому что не все преступники просто доживут. Такие преступления часто совершают обычные солдаты, которые находятся на передовой, которые уже завтра могут точно так же погибнуть просто в следующей уже атаке, и поэтому, конечно, это будет очень большая расследовательская работа по самым разным данным, Но я думаю, что учитывая объемы информации, которые собраны и у многих наверняка хранятся, разные видео, фото с фронта, разные сообщения, плюс появится информация о том, где какое подразделение находилось и так далее, то есть эти расследования можно будет проводить, но они, конечно, не будут простыми. И, наверное, наивно полагать, что в российской армии кто-то ведет все эти записи, да, скажем, закрывают глаза на преступления российского солдата, но при этом все где-то записано в какое-то дело там и так далее. Нет, это просто скрывается и все, поэтому, конечно, никаких подробностей, наверное, через время сохраняться не будет, и чем дольше идет война, тем, безусловно, больше таких случаев будет просто скрываться. Ну вот, что касается таких видео, как сегодня опубликовал CNN, это, безусловно, таких случаев будет расследовано больше, просто потому, что вот они попадают на видео, а скажем, например, какой-нибудь расстрел мирных жителей на оккупированной территории, естественно, там, скорее всего, никто на видео не снимал, и украинский дрон там не летал, потому что, да, над передовой украинский дрон там постоянно находится, один, другой, третий, то там это все происходит скрытно, и вот такие преступления могут остаться, конечно, и не расследованными. Ну, по крайней мере, те преступления, свидетельства, которых у нас имеются, конечно же, нельзя замалчивать, о них обязательно нужно говорить, а свидетельства нужно сохранять, и спасибо тебе большое за то, что нашел время. Вышел к нам в эфир и проанализировал, увиденное у нас на связи был военный аналитик Ян Матвеев. Спасибо. Продолжение следует...